Девушки отдыхают 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 что в общем дети 4 класса не могут расставиться почему они никогда это не делал запрещено двигать они не знают насколько как они могут друг друга задеть насколько комфортно будет передвигать их тяжело сколько человек для них это незнакомый день несмотря на то что можно помогать они боятся когда этого не делал даже очень хорошей школы слишком хорошей школы для того чтобы они паскали по я просто хочу сказать что даже такое маленькое действие которое вот по сути общее общее какая-то деятельность которая людей может связывать она очень много всего показывает то есть как мы например в университете где-нибудь или на конференции не стараются поставить столы значит вот и стулья вокруг пошли человек все равно находятся люди которые садятся отдельно потому что не нужно значит такого группового взаимодействия не хотят друг с другом сидеть знакомиться рассказывают друг другу о том чем они занимаются я так понял у вас тут тема как раз была проникло в том числе вы садитесь ближе пожалуйста можно сниматься с вами я очень спокойно потому что люди приходят в ходе при чай вообще там женский все должно быть похоже на хорошую атмосферу за столом иначе в общем то нет смысла там заниматься как это работаешь то есть я думаю что сто лет назад таких посиделках всерьез не могу даже дать и речь потому что люди работали по 12 часов в день ребенок на стиле в общем получать там по 20 долларов ну то есть мы в принципе делать большой шаг во первых к тому что отказались от тяжелой работы во вторых чтобы всерьез сейчас поставить вопрос о том как там оптимизировать какую-то умственную деятельность которые заняты в основном высший управленческий персонал я я надеюсь что здесь собрались люди которым ну вообще вот мое отношение к управлению сама лекция ведение маслодеятельностный подход система маслодеятельностный подход она интересна потому что вы занимаетесь работаете с какими-то крупными организациями или с мелкими организациями но в основном с организациями да или нет потому что я знаю что тренерские опыты тренерской деятельности она иногда сразу с индивидуальным консультированием ну я хочу конечно то что я буду рассказывать оно применимо или на как бы индивидуально но в основном конечно это этот опыт он необходим для того чтобы работать с коллективом это я надеюсь будет что-то новое рассказывать я чуть-чуть скажу почему я этим занялся потому что я я начинал вообще как предприниматель смотрите курс бросил университет и там открыл свою фирму это было в начале 90-х годов как раз тогда когда можно было открывать фирму приходить сюда через три месяца у меня уже была машина там мы заработали несколько машин но это как бы я хочу сказать что-нибудь моей истории успеха потому что там была такая серьезная история там связанная с тем как в общем бизнес строил 90-е годы в общем чем это все заканчивалось иногда плохо я я в общем вышел из этой среды я родился в республике мордовия начале наверно 2000-х годов потому что познакомился с петром георгиевичем щедровицким с его командой которая занималась в то время раскруткой политической партии совета правых сил и вот геннадий какого вы не знали? нет макентабры, тот из того же сообщества да вот и я в общем поскольку я занялся политической такой деятельностью стал полноценным директором партии то у меня во первых я для себя решил что я не буду какое-то время заниматься бизнесом потому что это ставит под угрозу там мою политическую деятельность а во вторых тоже вот это с другой стороны столкнулся с другим масштабом управления совершенно потому что когда проходили выводы там задействовали до полутора тысяч человек в Саранске на предвыборную часть для наблюдения выдвигали там 100 человек депутатов в государственное собрание в законодательные органы и так далее но я больше даже не об этом я о том что вот в подготовке этой компании союз правых сил и потом вот в связи с работой с тесным взаимодействием тогда вот с уже бывшим лидером союз правых сил Кириенко в привозном федеральном округе я увидел что есть такая огромная ценность которую я видел у своих родителей которые преподавали в университете с которой я не сталкивался в то время в бизнесе это такая большая ценность умных людей я по-другому не могу скомолить я вдруг увидел что люди как что-то сделать серьезно думают и рассчитывают перспективу там как как нужно это сделать ресурсы в общем и для этого у них есть множество способов и в общем мне очень захотелось вообще быть рядом с этими людьми тем более что я знал что в общем мой отец в 50-е годы заканчивал в москве педагогический институт имени Крупской и его как-то пригласили сказали слушать там у Георгия Петровича Дровиткин читает лекцию у него там семинары пойдем он отказался потому что в общем прошел войну всякие голодные годы в общем на это на все смотрел с точки зрения сохранения в общем собственного собственной как наверное жизни с точки зрения безопасности вот и решил не втягиваться в историю и я так в общем на это на все я думаю что я вот ту ошибку факту я исправлю то есть я в это сообщество войду и буду заниматься буду интересоваться буду в общем разрабатывать те по сути дела направления которые вот оказались в моем поле зрения значит приехал я в Москву как юрист начинал юридическую практику и покупку в общем ходил на лекции с другим архивычем и в общем я на этой станции тульская бываю очень часто потому что я представляю интересы каких-нибудь компаний в арбитражном судебном в общем я знаю это место очень хорошо но ни разу здесь лекции не читал за тульской и я столкнулся с тем что те компании которые ко мне обращаются за решением юридических вопросов иногда и в общем им нужны не юридический вопрос не обращаются ко мне совсем по другому поводу я почувствовал себе силы что нужно заниматься организационными изменениями тем более что у меня был на управленческий опыт и к этому времени я прочитал и прослушал 52 лекции двухчасовых которые петр георгиевич почитал но которую мы здесь упоминали в академии народного хозяйства они в интернете они есть на сайте фонды я вдруг почувствовал очень острую необходимость попробовать вообще то о чем я узнал я составил список себе знакомых которые на мой взгляд были вовлечены на вот тот момент когда меня заинтересовал какие-то большие проекты я посмотрел составил еще другой список людей с которыми мне было кайфово в жизни то есть вот что-то я хорошие с ними делал вспомнил кого начиная с детского сада важных людей с кем у меня все получалось и решил с ними со всеми встретиться и переговорить что я освоил какой-то новый массив знаний для себя мне казалось какой-то массив технологий чтобы попробовать собственно а как это можно применить набрать ну и соответственно я получил результат то есть я заговорил с рядом людей войти в их проект и с этого момента я стал проводить игры в компаниях которые стали ко мне обращаться сначала это были друзья потом оказалось у друзей есть друзья в общем за два года за два с половиной года я провел около 60 групповой фессии таких в которых для себя стал узнавать вообще что-то новое как себя ведут люди в больших коллективах собственно это вот такое вступление я сделал и я вынужден вам сейчас буду рассказать о собственно с чего я начинал и какой объем знаний я получил из лекций и собственно как это я интерпретирую сейчас когда я об этом рассказываю рассказываю я об этом как минимум раз в год на самом деле чаще но для меня есть такая правная точка раз в год я читаю лекции британского полидизайна который называется введение системно-следительностный подход дизайнерам который разрабатывает интерфейс про каких-то продуктов просто занимаются дизайном интерьеров и так далее потому что оказывается вдруг что вот такой подход он совершенно необходим когда ты не делаешь что-то вот руками свое узком своем коридорчике того что ты умеешь для того чтобы понять а как устроен нервоклуб ну и собственно начать наверно нужно с того а на групповых сессиях которые я провожу у нас будут такие как бы лекционная часть и такая игровая в то же время я буду еще делать отступление и говорить а как это вообще на играх например и как это вот с точки зрения теории вообще на играх на коллективных сессиях вот у нас так стоят столы их там 10 может быть тогда 60 человек максимум который я проводил это был человек 120 наверно то есть это было 20 я стремлюсь минимизировать роль модератора такого как я то есть человек который должен что-то говорить я я в общем не говорю обычно у нас дело обстоит следующим образом но это все одна организация я говорю собрались очень хорошо познакомьтесь друг с другом а вот вы знакомы не все ну давайте тогда пять минут на то чтобы познакомиться я дам вы представьтесь расскажите кто чем занимается замужем тоже надо что-то единственная ситуация что нас затем стало больше если будет пожелание я сейчас Продолжение следует... 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 значит бывает что вместо организации организацию рисуют как цветок и начинают рассказывать есть такие концепт-карты, которые рисуются кругами и это очень слабое представление об организации то есть когда я вижу, что с каким-то столом организации нарисовали в виде цветка я думаю, боже, что в этих путьах бывает как они вообще могут их рисовать бывает, что организацию рисуют в виде дерева ну, дерево рисуют для того, чтобы передать какой-то процесс у нас есть формы какие-то ну, это тот же цветок, только он такой в динамике понятно, что можно плоды какие-то нарисовать в виде продуктов, которые выпускают и так далее я потом стал очень серьезно увлекаться различными картами и решил посмотреть, а соответствует ли типы рисунков которыми изображают организации тем историческим представлениям о географии, которые появлялись в виде карты я нашел карты Европы в виде цветка я нашел карты в виде дерева я нашел карты в виде животных иногда организацию рисуют в виде слона и говорят ну, вот у нас вот здесь такие продукты мы продаем, отрезаем, продаем такие продукты отрезаем, продаем такие продукты, и в общем, мы с этого слона формимся рисуют в виде поезда и тогда люди рассказывают, куда они едут рассказывают что-то про будущее показывают какой-то процесс ну, и карты в виде животных и в виде человека в истории тоже были то есть это такие антропоморсные карты которые которыми люди пытались выразить то, что не могли увидеть в самолете или из космоса или вообще представить в виде глобуса ведь земля является таким объектом, который, в общем-то, ну, человеческому разуму ну, вот, познать нельзя и было нельзя до тех пор, пока мы сейчас не заходим в Google Maps и спокойно приближаем, отдаляем любой кусок территории, который нам интересен что я жду от компании, которая пришла в какой-то зал, села за столы я жду от них представления об организации, которые давно известны в теорию правды я жду от них рисунков видеообъекционной структуры где есть, ну, какой-то совет директоров, отделы, как они взаимосвязаны между собой и так далее это достаточно позднее представление то есть, ну, я во всяком случае вижу, как в 20-е годы, ну, и чуть раньше в Советском Союзе книгу о бург структурах написал Кержинс в Америке, как мне кажется, представление о том, что коллектив людей можно представить вот таким образом, возникло чуть позже и оно связано с именем Дэвида Моралина он рисовал такие структуры, передавая социальные группы и, как бы, он больше находится в такой... в психологии называл это социограммой ему это нужно было, например, для того, чтобы описать поселки, которые необходимо было переселить в другую местность и он стал, ну, по сути дела, визуализировать то, что мы теперь хорошо видим, как графы социальных сетей вот графы социальных сетей мы хорошо теперь представляем, правда? вот, значит, по сути дела, родоначальником таких представлений был Дэвид Моралина Кержинсов написал очень хорошую книжку по организациям там есть структура организации, теория организации, в общем, очень интересные представления значит, что я жду еще? ну, мы знаем, и, в общем, когда я прихожу в компанию как такого уровня, как Эрнстон, Янгсам я жду, конечно, что они начнут разорисовывать бизнес-процессы ну, и мы это понимаем, что есть такой способ изображения организации, как бизнес-процесс то есть, что-то происходит, значит, это такие квадратики, тут что-то идет я думаю, что родоначальником такого представления был, конечно, Тейл потому что он начал наблюдать за процессами трудовыми в организации для того, чтобы оптимизировать работу сначала одного рабочего потом у них там большая группа людей была и консалтинговая компания и, в общем, к интенсации вот такого подхода стало представление в виде таблиц Ганта Гант работал вместе с Тейлором когда процессы можно было положить на линейку людей и сказать, что этот отдел делает одно, это другое и, по сути дела, Гант визуализировал метод Тейлора, показав, что, в общем, это все находится в одном времени и люди должны действовать синхронно ну, по сути дела, сделал такую нотную таблицу нотную таблицу для действенных предприятий нотную тетрадь я вот этого жду, конечно, от предприятий ну, я вам хочу сказать, что вот за то время, пока я работаю с компаниями вот так нарисовали только два раза так рисуют очень редко то есть раз высокий уровень развития компании, если она рисует вот так да, да разве высокий уровень это не есть? там будут люди, например, ну, то есть да, вы знаете, вот я так раз хотел сказать, что в компании ну, я вам откровенно говорю, British American Tobacco одна девушка нарисовала как раз организационную структуру и сказала, а вот в этом отделе у нас маршин в этом отделе у нас светлое движение вот в этом отделе у нас песня то есть она нарисовала людей с этим я ни разу не стал то есть за все время, пока я видел, как туда присутствуют компании людей нарисовали один раз я бассейн нарисовала я бассейн нарисовала я бассейн нарисовала бассейн в организации, да? ну, видите, нам есть о чем поговорить значит, я считаю, да, высокий уровень представлений почему? не потому что собрались там умные люди, например, или там что-то вот я считаю, что раз такие способы визуализации появились гораздо более позже, чем такие а это начало 20 века то я понимаю, что люди мыслят современными инструментами значит, как еще можно нарисовать организацию? в одной из компаний я, значит, попросил орг структуру это западная компания наложить на процесс то есть мне было важно, чтобы они по орг структуре провели те процессы, которые у них происходят и это мне было в том числе важно, потому что они в этот момент внедряли информационную систему и на каких-то участках у них возникали люди, которые должны были вводить данные в информационную систему и если у них, например, представление об организации отдельно существует, как об орг структуре и отдельно о процессах, которые есть в этой организации то они не могут найти места, в которых вводятся учет в которых вводятся данные как бы у них получается три разных слайда в голове на которых это существует ну, у меня было очень мало времени я сказал, ну, посмотрите, вот нарисовали вам структуру организации нарисовали нарисовали процессы, которые есть в организации нарисовали нарисовали информационную систему, которая есть в организации нарисовали давайте теперь это все нарисуем на одном листе они говорят, что это невозможно ну, вроде мы с вами, ну, я надеюсь, понимаем, что возможно хотя, ну, для этого нужно какую-то практику, конечно, иметь чтобы сказать мне, что да, это Максим, возможно может быть, вы тоже смотрите на меня и говорите вообще, о чем мы на разговорах не то, что это невозможно это и нарисовать невозможно но, тем не менее, мы немножко поругались я вообще не люблю ругаться я считаю, что любое такое коллективное мероприятие это образовательный процесс и тренер, там, или консультант, который пришел он не имеет права ни на кого давить то есть люди должны повзрослеть если сегодня не повзрослели ну, там, ну, мы вернемся к этому, там, через год через два года, через месяц, если нужно будет повзрослеть и люди повзрослеют они начнут представлять организацию как структуру начнут представлять организацию как фреймворк бизнес-процессов научатся сами совмещать это все но это когда-нибудь произойдет а в этот раз мне пришлось немножко надавить и действительно, когда я надавил они смогли это все нарисовать на одном листе и у них, боже, наступило озарение а так, именно, вот в этих местах надо обучать людей работать с вот этой новой IT-системой которую они имеют не всех людей, а конкретно вот этих людей на этих местах их много, ну, там, немного, счетное количество то есть вот они, эти места, мы их нашли и понятно, чему обучают потому что вот у них эти процессы там девушка одна говорится елки-палки я же, конечно, я работаю на этом заводе уже 10 лет я же раньше, когда я не работала в обучении я всегда так делаю я через это всегда объясняла типа, что у нас меняется ну, в общем, я связываю всякие проблемы в организации с тем, что люди по-разному ее видят ее, во-первых, неполный да, такой, ну вот, даже странный, я бы сказал какой-нибудь видят цветка видят ее по-разному видят только структуру или, допустим, видят только людей в организации и когда их заставляют что-то сделал они говорят, ну надо же Вася, какой нехороший человек заставляют меня что-то делать ну, там, грубо говоря, люди не понимают что это не Вася заставляет Вася это функциональное место в организации если не будет Вася, там будет Женя и так далее это все равно придется делать а обижаются на конкретного Васю потому что, ну вот, видят человека и думают, что вот он плохой в общем, организация это механизм и вот, когда люди рисуют за круглыми столами организацию мы еще обнаруживаем, что они видят только узко своих вот этих вот местах где они работают то есть, они не понимают, чем занимаются в отделе продаж не понимают, чем занимаются бухгалтерии если они заделаны продаж там, а какие-нибудь кадры думают, что ну, елки-палки, что за вообще идиотов мы понабрали они вообще неизвестно, чем занимаются то есть, ну, у нас-то в кадрах самая главная работа вот мы сюда людей-то подбираем и когда мы просим людей потом вот так вот, как вы сидите обменяться своими представлениями и они начинают по три человека вставать со своим листочком переходить на другую сторону рассказывать про то, как они видят организацию вдруг начинает собираться целая гамма представлений об организации то есть, оказывается, ее видят все по-разному знают про нее все разные и первый раз вот в таком коллекте за круглыми столами собирается ну, я вот такое английское слово говорю о умершем то есть, присвоение понимание, что такое организация общая какая-то картина это второе поле потому что в рефлексии люди говорят ну, наконец-то мы поняли чем у нас занимается организация ну, а я, например, считаю что не имея одной карты про организацию имея вот такие разные картинки люди просто не могут вместе работать то есть, для того, чтобы работать вместе нужно иметь общее представление и такой вопрос передо мной встал именно потому что я прошел несколько лет назад цикл игр по антологии в сообщество то есть, я ездил на игры на семейные которые проводил Гетр Георгиевич где вставал вопрос о том, что такое антология вообще какие не бывают ну, и слово такое не часто в нашем языке употребляется но по-разному видим все мир и это такая, в общем, тяжелая, оказывается, история и я увидел вдруг, что вот рабочие антологии у всех разные то есть, вот, все по-разному представляют свои организации когда я начал работать и я подумал, а как вообще, ну, привести это все как нужно потому что, а как мы можем по сути дела, ну, вот, один думает, что живет в Америке а другой думает, что живет в Угарии а все ходят по Советскому Союзу у всех разные карты с каком месте работать ну, надо просто рассказать друг другу и я вот придумал, что это надо делать за круглыми столами и друг другу рассказывать Максим, у тебя просто походу можно задавать? конечно, да скажи, ты знаешь, реально организации в мире где-нибудь, которые живут в одной карте в одной антологии? Хоть о том? ну, нет, конечно ну, не знаю и я... может, и плоские какие-нибудь мы обсуждаем ну, даже бизнес-организация не, не знаю ну, я вижу я работаю с западными организациями они говорят, мы ни разу не видели вот такого подхода то есть, это вот явно не то, что нас обучали в бизнес-школах и так далее то есть, явно нам создание общей такой карты когда мы там все сотрудники там весь управленческий персонал прорисовали, а что у нас такое есть явно нам это вот сильно поможет сейчас так, смотри ты организуешь некое коммуникативное пространство для обмена вот такими представлениями о там, структуре, об организационной антологии но тогда у тебя должна быть дальше технология работы не знаю, раскроешь ли ты ее сегодня которая, наряду с фиксацией того, что мы все все представляем по-разному должна привести к тому, что мы хоть как-то выравниваем или соотносим наши представления ну, смотри, мне там дальше есть технологии ну, насколько я понимаю, на каком уровне каждый из них находится когда вот это вот все рисую то есть, допустим, если я прихожу в компанию и они мне начинают все цветы рисовать ну, там, про организацию ничего не говорят то я, в общем, думаю, ну, ребят, вам придется много еще чего в жизни почувствовать, чтобы понять, что организация состоит из людей из департаментов, что внутри нее есть процессы если вы сейчас эти процессы не опишите то вы будете тыкаться может быть что-то получится, может быть не получится может быть удастся деньги заработать, может не удастся но зачастую это свидетельствует о том, что в компании есть один человек который представляет, зачем нужны все эти люди он представляет, какие бизнес-процессы он через них организует но на самом деле, ну, это директор или владелец если они ничего этого не знают бизнес устроен таким образом он, как бы, прибегает на его место рассказывает ему, что нужно делать делает иногда за него сам убегает на своем вызывает его к себе, говорит, сделал он говорит, сделал, он говорит, неправильно бежит вместе с ним на его место делает вместе с ним прибегает по своему для меня вот эта штука она лет 15-20 понятна я знаю, там, десяток российских консультантов начиная с Аркадьевича Пригожина которые стандартные, в случае самым диагностическом делают такие вещи зарисуют, фиксируют разницу и дальше продают консалтинговые продукты в разработке стратегии, структуры и так далее но у меня такое ощущение, что ты этим продаешь что-то другое что ты продаешь не консалтинговые продукты, а что-то другое что-то делать потом да, вы увидели, мы по-разному понимаем у нас разные представления и дальше начинается какая-то твоя технология работы с этим да, значит ну, я как бы, я после этого всего знаю, а что у них вообще-то должно быть исходя из представления московского схема как раз построенная на арабийском, которая говорит вот, если они рисуют схему ММК они никогда, конечно, не рисуют она есть только у меня я ее как трафарет должен накладывать а собирается ли из того, о чем все говорят собирается ли эта схема значит, давай ее ну, как бы, что она нужна я про нее расскажу ну, я просто сейчас думаю с чего мне надо начать потому что я, ну там перед выбором стою вот сделаю так значит, нам нужна во-первых схема а во-вторых, вот я начну с этого когда я прихожу в коллектив людей значит, которые вот собрались я вспоминаю ну, и вообще когда готовлюсь часто вообще сидел говорю об этом я вспоминаю слова римского императора это марка Аврелия он говорил, что в сорока годах взрослый человек знает все, что было что есть и что будет и я вот думаю, что ну, когда я прихожу или когда учитель приходит в класс или когда тренер приходит в компанию у него стоит задача как сделать так, чтобы вот этот вот взрослый человек через два часа знал все, что было что есть и все ну, или если у него есть неделя то через неделю хотя мы еще 25 просто должны дозреть ну, как-то до сорока но, как бы, вопрос для меня стоит именно так то есть компания должна знать все, что было что есть и что будет сама ну, или там, люди, которые собрались поэтому это состояние, конечно, компании эзы то есть они говорят о том, что есть сейчас ну, и в этом смысле можно было бы уйти к схеме, которую консультанты организационные все прекрасно знают то есть это вот состояние эзыз вот это состояние I2B и в общем вот что-то такое должно лежать здесь и что-то подобное должно лежать здесь но в московском металлогическом кружке есть совершенно другая схема, которая сильно отличается от этого то есть то есть в любом случае когда сюда положили какое-то представление о компании ну, вот на крупном столе я говорю о том, что ну, это вот представление о компании сейчас и нам надо посмотреть в будущее какая компания должна быть потом и у меня есть такт который, в общем, не я придумал я делаю фарсайл то есть люди, если нарисовали компанию они остаются за круглыми столами и я даю листок такой говорю, нарисуйте стрелу времени и давайте подумаем о будущем значит, о будущем мы думаем в четырех как бы таких слоях это какие события в будущем произойдут какие будут технологии новые какие будут приняты законы и что-то еще что-то я заботу ну, и в общем мы в том числе и с тобой знаем в этот момент смотри лекцию Петра Георгиевича который вот буквально там две недели назад появилась что именно в этот момент у людей первый раз появляется будущее у них на столе то есть они начинают вдруг видеть что компания в состоянии 2B она возникает не сама по себе не как вот наше желание как компания могла бы выглядеть там через пять лет или там через год что нам от нее нужно они после того как они сделаны начинают мыслить и компании как заложники по сути дела тех процессов которые происходят помимо них то есть и кладут потом представление о компании 2B уже на свои представления о будущем иногда получается что у них представления о будущем не хватает слушай, а сколько у тебя занимает форсайт в твоей версии реализации? ну поскольку мне от них надо чтобы они только подумали о будущем ну полчаса час ты самый крутой форсайтер с тех которые тебя знают слушай, ну а допустим я могу конечно пригласить людей которые поговорят о трендах поговорят о будущем расскажут что там на самом деле они знают про те технологии которые будут мне это не может я хочу чтобы люди первый раз получили листок на котором написано 2014-2024 я могу сказать что при этом получается то есть я например проводил в одной из республик такую сессию сессия называлась я записываю кстати все свои сессии на видео я считаю что это очень важно и вообще считаю что весь этот процесс тренерский и образовательный он должен фиксироваться потому что неизвестно вообще что в нем происходит потому что может быть там через 50 лет появятся какие-нибудь технологии все что происходит в этой комнате там то что записано грубо говоря на видеокамеру будет оцифровано будут найдены какие-нибудь тепловые связи между людьми и будет сказано вот этого парня раскопайте который надо на запись пожалуйста его и все это будет объяснено совершенно по-другому что оказывается между людьми есть какие-то токи которые мы вот сейчас еще не знаем а вот через 50 лет про них все будет известно и вот конечно такие съемки вот все видно на самом деле это не я вам говорю а вы мне такие это глубокое форсайл это вы мне такие форсайл вы мне такие форсайл и я именно поэтому только и двигаю ртом и на самом деле говорю то что у вас было вот значит я хотел рассказать про республику где мы проводили сессию об инновационном потенциале я во первых попросил их нарисовать инновационный потенциал потому что я сам не очень хорошо представляю себе как должен выглядеть инновационный потенциал этой республике а во вторых ну если они о нем говорят он же как-то должен ну значит они конечно рисовали шприцы деньги потому что надо в экономику что-то вкачать ну то есть инновационный потенциал они понимали естественно как инвестиционный вот и несмотря на то что там были ну так скажем представители министерства финансов министерство экономики предпринимательское сообщество тоже человек 60 ну там не скажу что вот прям все управленцы от которых зависит принятие решений по развитию ну так скажем там замы и ну такие потенциальные не знаю получатели денежных средств все в общем будут выяснилось что они конечно ничего не понимают об инновационном потенциале ну я хотел бы вам сказать что я никогда не объясняю что они ничего не понимают то есть они сами на листы смотрят если они понимают что они ничего не понимают то я считаю что это хорошо потому что ну в общем нехорошо людям объяснять что они ничего не понимают то есть я никогда этим не занимаюсь я говорю что да все хорошо все молодцы все очень хорошо нарисовали а когда они рисовали форсет а я все таки думаю инновационный потенциал это о том какую технологию выберешь и какую за счет государственных средств если у тебя они есть а может за счет средств Роснан выберешь для того чтобы сделать у нее ставку и ее развивать у себя в регион ну то есть это про будущее и когда я увидел что у них на листе будущего стоит только чемпионат мира чемпионат Европы по футболу 2018 года пройдет в этой листе ну нет вообще в России проходить то есть ну какие то какие то события они же понятно что они произойдут так или иначе чемпионат мира по футболу например выборы президента выборы государственной думы ну мы можем назвать какие то события 2024 года которые точно будут ну в общем так по сути дела они ничего не смогли назвать и было непонятно на что они делают ставку на то что у них уезжает народ из республики и будут они его крепить или наоборот они хотят закрыть у себя границу или наоборот открыть эту границу и за счет того что вот у них граница откроется у них в этом какой то инновационный тупенсал есть потому что там так или иначе восемь тысяч молодых людей ежегодно уезжают в общем на что делать ставку не очень понятно ну и тогда в общем висят такие листы белые с отсутствием будущего их нельзя заменить никакими стратегиями чужих консультантов потому что это будут стратегии в чужих головах и собственно весь фундамент на который там те стратегии должны лечь они просто отсутствуют потому что здесь фундаментом является чемпионат мира по футболу понятно что ваш парица и в общем идите и все ну и собственно это представление хорошо и дальше вот диагностика сделана форсайт нарисован дальше условно говоря представление в организации задница представление о будущем задница ну давай лучше позитивно хорошо позитивно не задница а если представление об организации задницы и представление о будущем задницы то скорее всего в общем ну ничего не произойдет то есть ты им говоришь ребята вы знаете все нормально я говорю все нормально живите так было бы хорошо если бы мы встретились бы еще раз через через сорок повторим повторим можно спросить о каком уровне персонала идет речь так сложно представить что совсем никто ничего не представляет кто ходит кто ходит в республике что у них совсем кроме ну в общем было два замминистра предприниматели руководители нескольких департаментов из институтов у которых есть какие-то новые технологии ну а какие новые технологии те технологии которые в общем невозможно применить в будущем они скорее всего ничего не стоят то есть там условно говоря они ну тоже являются как бы заложниками того что они разрабатывают много лет но инновационным потенциалом это не является то есть это наверное хороший качественный продукт ну там лет через 200 когда будет достаточно денег к обществу всеобщего благоденствия наверно тот продукт который вот в том институте разрабатывает он будет всем полезен опять если я забегаю на остановить меня правильно я понимаю что задача этих сессий которые ты проводишь не является формировать какие-то группы развития там какие-то команды это значит я делаю иногда когда это основном общественной организации потому что это имеет смысл то есть я прошу людей сказать а что важного было в истории вот от 7000 лет до нашей эры до настоящего времени вот такой же схеме есть еще люди значит что здесь происходит то есть ну формируется тоже общий язык то есть люди смотрят а собственно на чем человек вы то есть какие у него есть фундирующие основания вообще для того чтобы здесь сидеть что-то рассказывать вообще ну то есть какое вот и можно конечно узнать из того какое будущее он представляет о человеке очень хорошо о том как бы потенциальном партнере с которым ты собираешься в этом будущем работать но можно хорошо очень узнать вот отсюда люди рассказывают о том что друг другу за столами кто-то презентует от столов да нет не презентует то есть это внутри внутри группы и группы переходят я я в принципе даже не знаю о чем они там внутри разговаривают круто не такую сборку ты не закладываешь без а нет сборки что больше происходит в воздухе то есть я реально верю в это коллективное мышление то есть если все друг с другом поговорили да она возникла среди я мог коллективного мышления даже не мог то есть я вот бывает что я провожу и ухожу то есть я говорю вот это делайте и ухожу почувствую его там в воздухе вот оно а потом просто смотрю сколько времени прошло там 15 минут осталось там 10 сколько там дым 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 я вот столько времени выправляю Максис, а можно вопрос? а мы вот тут сидим и у нас кучат фломастер и белая бумага а я не знаю это же вот люди делают ты понял Серега? и все в таком же стиле иногда да вот иногда спрашивают а что нам делать? я говорю слушайте ну у вас там 6 человек за столом сидит неужели вы не можете решить что вам делать? я могу что-то объяснять не удивительно что дети четвертого класса не составили вам парты как? неудивительно что дети четвертого класса мне это не надо вы же себя на узле были составили вы не организовали пространство? ну нет конечно потому что я верю в то что взрослые люди могут сами организовать все и пространство и организацию могут сами организовать и даже будущее в этой организации а если все таки ну вот ну не совсем задница ну то есть что то мы простали что к нам вставали что дальше ну смотрите я значит говорю вот бывает форсайд бывает лукбэк перейду туда посмотрите что у нас все записывается значит а сейчас я вы только запомните что вы мне задали вопрос и что я должен на него ответить потому что это очень важно а сейчас я вот расскажу о том что на что меня Марк подталкивал какая вообще схема должна быть и в общем вот в кружке в шестидесятые примерно годы появляется схема которая называется схема актовей я имею ввиду московский металлогический кружок который как раз основал георгий петрович гравицкий в котором работал ну работали колоссально известные люди то есть ну просто известные в россии в советском союзе которые подтолкнули по сути дела интеллектуальную мысль к ну совершенно невиданным раньше границам например в россии дизайн в советский союз выпустил первую книжку по дизайну там мира кубардашвили известнейший философ там борис грушин основатель социологической школы ну вот посмотреть хороший фильм в серии про Беоргия Петровича он очень подробно в популярной форме рассказывается о том когда вообще жилы это сообщество значит вот в кружке существовала схема акта деятельности схема акта деятельности она рисуется таким образом есть некий деятель есть исходный материал есть конечный продукт есть некий процесс который превращается исходный материал в конечный продукт этот процесс целевой и есть знания, способности и средства по-хорошему если я владелец этой деятельности я в какой-то момент просто должен понять чего мне не хватает сейчас знаний и способностей я жду такую схему то есть вот средства это примерно про людей которые заключены в орг структуре способности это каких процессов не хватает сейчас в этой линии знания это про технологии но в любом случае вот я понимаю что если такая схема есть исходный материал конечный продукт значит у руководителя и у сотрудников появилось представление об организации по сути дела по сути дела я считаю извини по сути для тебя эта схема является организующей для сессии ну она является ну еще нет но уже вот фрагменты и один из фрагментов и вот такой людей сейчас продолжим то есть вот такая схема является основой по сути дела для консалтинга или для процесса реструктуризации в организации то есть например если в такой организации как маэск ну сейчас это российские сети но тогда когда я с ней столкнулся это был маэск есть несколько продуктов ну например они транспортируют электроэнергию превращая там силу воды в продукт который они продают значит на рынке у них есть еще заправки электрические то есть они имеют какой-то профиль деятельности который направлен только на владельцев электромобилей и еще они выпускают опоры для электро для линии электропередач из композитных материалов ну и как минимум это три разных продукта поэтому речь идет о трех разных компаниях то есть в одной компании не может быть несколько исходных материалов несколько разных продуктов и это принципиально потому что ну если вы мне скажете что надо расширять там продуктовую линейку и так далее но если это настолько сильно отличается как в этом примере из маэска то речь идет просто о компаниях которые случайно срослись в одном юридическом лице и это срочно надо разделить чтобы один бизнес ну то есть один вот этот процесс не оказывал никакого деструктивного я считаю влиянием на другой процесс смотри но этот вывод либо напрямую не следует только из этой схемы потому что к нему примешивается ряд бизнес представлений которые взяты не из смд которые как бы только вместе могут дать вот тот вывод о котором ты сейчас говоришь ну наверное да но тем не менее вот такая схема она есть ну просто если ты знаешь мне легче с тобой согласиться потому что я я сейчас не хочу об этом там серьезно думать но в принципе то есть смотря на маэск там я понимал что только вот 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 я не могу нарисовать маэск в этой схеме то есть я должен нарисовать тогда три раза понимаешь вот и как бы эта схема заставила меня подумать что раз там три разных процесса должно быть три схемы а если три схемы то речь идет о трех разговаривании другой вещь говоришь как бы вот потому что вот вроде бы потому что ты рассказываешь как процесс но как вот для меня как это много такой сдачи смелости и ересь и всего сразу а вот то что ты сейчас говоришь про такой сну пипе и вырисовывание ряда бизнес-процессов через язык смд и как бы тогда переосмысление организации через язык очень интересно я не уверен правда что это вот про вот эту же часть это про что-то другое но это какой-то твой инструментарий которым ты через смд переописываешь бизнес вот это очень интересно ты что ты можешь рассказал еще про одну-две схемы как ты мыслишь бизнес через схемы но это вот одна схема то есть эта схема акта деятельности она вот такая важная тут тут на самом деле в схеме акта деятельности я уже ересь нашу то есть конечно там нет никаких вот этих вот структур и так далее но я как бы вот этим действием хочу сказать что представление которые формировались в начале 20 века столько организационных только бизнес-процессы средства которыми рисовалась организация в то время они эволюционируют и в шестидесятые годы значит появилась такая схема акта деятельности который имеет право на существование и через нее тоже можно описывать организацию но это же схема она очень просто описывает организацию по сути дела она дает только представление в исходном материале и конечном продукте и потом георгий петрович в 80-е годы это представление вот как бы в своем системном подходе более точно дает как материальный план называть материальный план то есть есть организационный план когда речь идет о борт структурах есть процессный план когда идет речь о процессах которые есть в организации а есть материальный план когда мы не можем организацию представить в отрыве от исходного материала конечного продукта и вообще тех материалов видимых которые есть в организации ну и в этот момент когда я рассказываю бакте деятельности я говорю а потом появилась другая схема появилась схема мыследеятельности значит и схему мыследеятельности она выглядит таким образом то есть здесь вот есть слой деятельности сразу двух позиционеров ввожу ну вот ну примерно это вот про то же самое здесь вот исходный материал конечный продукт раз уж это есть в акте деятельности московский металлогический кружок разрезаем деятельность на две части то есть он говорит все что мы можем помыслить как организационные структуры как процессы как материальный план все находится в одном слое но нам нужно как выйти в другой слой и посмотреть на эту деятельность со стороны то есть вот когда мы на эту деятельность начинаем смотреть со стороны мы входим в другой слой я здесь вот даю как бы элемент оргтехнической схемы то есть тот сотрудник или руководитель который смог увидеть организацию со стороны он вошел в другой во второй слой я бы его сейчас пока на слой управлять потому что это очень важно но этот слой еще называется рефлексивно ну и марк совершенно точно должен начать свой коммуникации то есть я полагаю что в этом слое происходит все эти три процесса тот кто выходит в этом слой тем что он отразил организатор то есть увидел ее сверху положил ее перед собой он тем самым получил такую интенсивным управление пока находится здесь внутри от организации он является просто винтиком в том механизме который мы описываем такой структуру то есть там какие-то часы там все крутятся там непонятно вообще он крутится в этой организации потому что он хочет в не крутится или он просто привык вообще туда ходить на работу и по сути этот выход и обеспечиваешь в рамках и сессии которые правда да ну то есть как минимум я задаю такую возможность войти в слой управления и как бы я понимаю что руководитель организации владелец организации он на самом деле ничем управляет он в какой-то момент каким-то случайным образом запустила механизм запустил эти часы и они работают сами по себе а он думает что он вообще там чем-то управлять но я считаю что вообще это сам сам само управление так как мы его понимали ну и может быть сейчас продолжаем понимать а может быть где-то как-то меняется это представление об управлении заключается в том что все кто участвует в процессе деятельности ну и по одинаково либо не одинаково представляют свою организацию за счет того что могут разговаривать друг другу поручать что-то друг соглашаются на отношении какие-то власти и подчинения или на какие-то договариваются о каких-то совместных действий только таким образом они осуществляют этот процесс управления в этом смысле его рефлексивные коммуникативный потенциал прямо пропорциональному управленческому вне зависимости от позиции но это настолько он может осмыслить и продать свою картинку организации другим вот за этими же столами и есть по сути его управленческий потенциал ну это если касается начальника отдела директора да но если смотри если он не понимает что-то хорошо понимать ты хорошо понимаешь а я ничего не понимаю нет цветов голове то я даже когда покупаю у тебя я все равно буду делать что другое значит да ну я же рисую схему наследительность значит я ее должен дорисовать до конца и я значит в этот момент рассказываю такую историю когда обычно читаю я говорю что ну а первым вот всегда был какой-то первый который придумал эту организацию и вообще собрался и у него появился проект какой-то это организации сначала в голове чтобы эти все люди пришли и вот начали так работать и мы знаем что бывают такие люди они архитекторы они сначала что-то нарисуют а уже потом там строители приходят устроить я говорю что есть вот такой первый человек у него вот замысел было является он архитектор это от начальник строительство это начало я борьда и русском языке есть такое слово начальник но начальник он получается у нас сейчас как бы ну хозяин какое-то положение хотя на дороге как давший начал обращаю ваше внимание что тот есть тот кто начал значит и вот этот архитектор да вот он первый представил деятельность таким образом смотрите он все это захватил здесь и все про нее знал когда ну и вот со строительством как то есть архитектор нарисовал проекта еще есть вот программ который это будет реально строить и он тоже эту деятельность как бы захватывает полностью но даже по строительству дома ну а в компании если мы берем этот какой-то исполнительный директор который по-своему представляет эту деятельность и строить ее в соответствии со своими собственными представлениями и в общем ну вот куда то есть у него своя компания он он этой компании сам владеет и сам управляет и я говорю еще такая позиция как инвестор или например кредитор который в любой момент может прекратить финансирование компании даже если он там не работает или я не знаю или наоборот профинансирует или наоборот купит акции компании и он тоже управляет то есть по сути дела я здесь показываю что есть много позиций которые управляют 10 а еще я говорю есть такое будущее на это эту позицию называют best practice то есть люди которые вообще не не работают в компании не знают о том что она существует вдруг организуют свой бизнес таким образом что он где что он эффективнее гораздо прибыльней они занимают большую долю на рынке и в конце концов просто выкидывают эту компанию из из экономической деятельности с рынка получать что они тоже управляют компанию я бы сказал что это вот в этом случае это конкурент и я всегда думал что конкурентов вообще обычно всех убивали но если допускать всегда что они существуют если убивать одних конкурентов на их место приходят другие с лучшими практиками то именно они задают условия и необходимость обучения и развития абсолютно кстати вот это же история про слову на джейджей моторс доказаврянских менеджер отправил форту именно для того чтобы развивать конкурентов так что есть примеры обратно не убила хорошо как ты выходишь в слой в слой мышления сейчас расскажу сейчас еще виду одну позицию значит еще есть потребитель потому что тоже очень важная позиция он тоже управляет бизнес и в общем потребителя где-то годов до семидесятых не видели на рынке вообще то есть те кто занимался хозяйственной деятельностью неважно было какие автомобили выпускаешь стиральные машинки какие выпускаешь и вот появился такой бизнесе фокус у нас оказывается есть потребитель то это давайте сделать так чтобы он был удобнее то есть и начали собственную гамму целую продуктов из этого производить обставил увидели там обратились к нему лицо но он конечно решает ведь это у нас строительство домик значит мой там двоюродный брат там два метра роста если мы сделаем низкие по сети он просто проходить нибудь зачем нам такой дом то есть это очень важное место и он должен управлять компанией в конце концов потребителя решили покупать какие-то продукты или не покупать ну и я говорю что в принципе там совете директоров снегом есть такая фигура как председатель совет директоров который должен внутри компании обеспечить коммуникацию между всеми этими позициями а если каких-то позиций здесь не хватает то придумать их в игровой форме и я здесь вспоминаю про решение microsoft microsoft solution framework одна из крупнейших компаний в мире которые когда зарабатывает продукт собирает 6 человек примерно вот в такой конфигурации из таких позиций для того чтобы работать с продуктом то есть один удерживает фокус инвестирования другой удерживает фокус лучших практик 3 удерживает фокус потребления 4 удерживает фокус оперативного управления 5 является архитектором этого продукта 6 следит чтобы они все договаривались и отвечая на тот вопрос который мы подвесили далее в игре я делаю так чтобы на деятельность мы могли посмотреть из всех этих позиций в зависимости от того сколько у меня времени я либо прошел всех подумать как условный samsung или как условный google или как условный intel о том что является деятельностью предприятия типа а что бы вы делали если бы вы были intel то я думаю тоже такие в общем-то и методики и практики на рынке есть и вот люди рисуют и думают у нас теперь нет ограничений по деньгам мы же импульс у нас есть партнер во всем мире мы же импульс и они начинают думать про свой бизнес по-другому но потом конечно я вам по секрету скажу выясняется что и мы сейчас ничего не мешает думать как это на листочке друг оказывается очевидно но самый подход начать думать как инвестор начать думать как лучшие практики на рынке начать думать как потребитель он вообще достаточно сильный и в зависимости от того сколько у меня времени я либо всю организацию провожу по этим позициям либо один стол у меня думают как инвесторы другой что у меня думает как потребители 3-го чего не понятно ну потом он конечно собраться всем за одним столом то есть из этих позиций прийти не что-то вместе разрабатывать например дальше им надо ну просто перейти к планирую то есть составить планы на три года я считаю вот практика брить америка на табак когда они имеют производственный план на три года а потом 13 раз в год его пересматривают я считаю вот то есть я я думаю что в любой компании сотрудники топ-менеджмент должны думать в такой праздник имеет этот план листочки регулярный до обновления по сути дела вот тогда получается что было что есть и чтобы отлично технический и потом после этого продолжить задавать вопросы максиму там его пытать по всяких разных отношениях нормально чем да давайте 5 10 ну за на проведем немножко дальше посещение комнате коллеги так так ну вот и Субтитры делал DimaTorzok 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 Сначала сидеть в здушных помещениях Слушаться непонятных людей, которые Непонятно чего в жизни достигли А потом в общем работать по 8 часов Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот это вот напряжённая Сосредо она тогда прекратилась Ну в общем вот так Какие есть другие вопросы Кроме того, что я вам хочу сказать То есть вы за светлое и счастливое будущее В парке с чаем? Да А кто против? Я поняла за состояние потока на работе Ну конечно да Ну люди когда вместе не сидят Сидят по отдельным кабинетам Не смотрят друг на друга косо А сидят вот за круглыми столами Откровенно друг с другом общаются Знают про жизнь друг друга На кого в чём можно положиться Меняют друг с другом местами Ходят в разные роли, условно говоря В своей работе Это мы говорим о тех кто в офисе сидит Вот те кто там на токарном станке Или за рулём машины Таких уже в общем нет Так очень мало осталось Там например вот я был на заводе Амстел По моему В Бельгии Там 60 человек работает на производстве И больше 300 работают на производстве в офисе Всё супер, а вот кто например мне привезёт Я боюсь что она сама то не получится Ну приедут люди Ну к чему они должны работать больше чем 4 часа в день Людей это полно Ну тем более что с этим всё понятно То есть там любой человек Который даже не знает русского языка Условно говоря И там вырос Ростом больше 165 сантиметров Вам привезёт То есть технологизировать конечно Ту отрасль Чтобы возить и приносить Совершенно не нужно А технологизировать надо то чтобы мы Мы думали там грубо говоря о машинах Которые ездят сами И о людях Ну не о людях а о механизмах Которые будут вам поднимать это по улице Мебели которая собирается сама Можно там раскладывать Да в принципе даже до той степени Когда нам мебель не нужна будет То есть это тот уровень нашего развития Максим скажет Да Максим скажет Да Используй немли этот инструмент СМД при стартапах Если да то как Ну смотрите Вот я несколько раз проводил сессии В коллективу которые считали себя стартапами То есть конечно используют То есть они точно так же рисуют Как они видят свое предприятие Точно так же рисуют будущее Точно так же смотрят на свой стартап С разных позиций Знаете я Ну если можно назвать стартапом Однажды у меня была сессия По организации школы То есть школа всего стоила Ну весь проект школы стоил 3 миллиона долларов А 1 миллион уже нашли И надо было найти еще 2 Ну то есть это вот новая школа Был коллектив людей Которые хотели ее в общем построить И ее развивать Работать в ней и так далее Я в общем провел С моей точки зрения Тогда очень плохую Сессию игру То есть как-то все развалилось Там люди то что рисовали Это было как-то не живо Все как-то Ну не было никакого Не то что было уцепиться Я очень расстроился Ну потому что вроде Я приготовился к тому что уже Она же игра То есть что можно было бы уже и кубики раздать Вы из кубиков ее построите А все как-то вяло Это значит Я потом просто понял что они не хотят строить школу То есть если они найдут еще 2 миллиона долларов То это развалит полностью сообщества Они не готовы укачать Они не хотят обсуждать экономику школы Они не хотят обсуждать кто будет заниматься Ну там условно говоря контролем строительным Как это будет строить Они не хотят обсуждать архитектурный проект Они не хотят обсуждать программу фрилуса Они хотят жить так как они жили раньше Ну и было бы хорошо если бы школу как-то построилась сама не их силами И два человека которые сильно хотели построить школу Их вызвал потом уже в этом салоне Они создали семьи Настолько им хотелось быть вместе и делать вместе Ну и они сделали эту же школу То есть в принципе игра она может показать что проект не жизнеспособен Там тот же стартап Получается мы все нарисовали И если это никуда не двинулось Следовательно этот проект в принципе был не жизнеспособен Или мы не приложили каких-то дополнительных усилий Или мы как-то его не поддержали Или не та команда собралась Ну о чем меньше Вы мыслители, а не деятели Ну смотрите я сталкиваюсь с чем? С тем что например Я много работаю с разными группами И сталкиваюсь с тем что Ну какая-то группа говорит Мы придумали классный продукт Вот он супер классный Вот он такой классный Это означает что они из всей этой схемы Видят только продукт Они не видят что есть конкуренты на рынке Они не видят что нужны деньги Они не видят что есть потребители Эти продукты Они исходят из того что Вот этот продукт Вот ему как архитектору очень нравится Ну мы же знаем архитекторов Которые могут сделать например Какие-нибудь хрустальные замки Вот он хрустальный замок Вот он существует в моем замысле И в принципе для того чтобы Довести это до бизнеса До деятельности Необходимо на этот продукт Посмотреть со всех этих позиций И если со всех этих позиций Этот продукт видят Что он действительно нужен Деятельность сама по себе видна То тогда это все будет жить А если например выясняется что Ну не выгодно в него вкладывать Никто не будет вкладывать То да деятельность развалится Но не потому что плохо нарисовали А потому что с другой позиции не посмотрели Получается вы же как модератор показываете им что это нужно сразу вкладить Получается что если вы показали Они увидели И ничего не сделалось то Вы плохо поработали? Не знаю Ну я во всяком случае Оставляю возможность посмотреть в будущем Может быть там есть какой-нибудь другой продукт Который эта команда будет делать Ну если им нравится друг с другом Я тоже про конкретные примеры говорю То есть у меня было так что они вот Берут продукт Стартап Прямо называется стартап Придумали продукт Оказывается в общем финансирование нет Технология непонятная Технологии самой нет Ее еще надо делать Спроса на нее нет Привожу туда разных людей Экспертов Ну они все сидят за столами Смотрят эту технологию Придумывают другие Ну что-то делают Ничего не меняется Я говорю давайте сделаем форсайт Они смотрят в будущее Ничего не меняется Но хорошо что на этих сессиях Участвует инвестор И он понимает Я не хочу в это вкладывать Если в общем ничего не понятно Что будет Что у нас за продукт Я думал что тут технологии есть или нет Ну у всех этих людей нет же времени Чтобы поговорить Кроме как Ну там в моем присутствии Они говорят но о чем-то другом Ну и инвестор дает деньги Они говорят у нас есть технологии Он говорит хорошо вот вам деньги А какие есть способы узнать что за технологии Они говорят у нас технологии очень хорошие будущего Он говорит слушайте сейчас нет времени слушаться Вам деньги нужны значит вы знаете Вот вам деньги Ну вот так вот Ну вот так вот Ну может до миллиона в месяц уходить На такой проект рублей Например Человек финансирует Ну как бы Из того что я знаю Собственно ну так месяц два три год Потом поясняется вот так вот все Только на игре Ничего Схему попробует поменять Своей деятельности Просто можно перечислить Недостаточно Да Смотрите Я вот эту еще не до конца рассказывал Ну Таких острых вопросов нет У вас ведь был Да Я могу попасть Смотрите Значит В схеме наследеятельности Георгий Петрович и Московский металлогический кружок Вот здесь вот Обозначает Разрыв коммуникации Что это значит Это значит Что По последним исследованиям Которые Тогда конечно Тогда эта схема создала Кружок не знал То что мы хотим передать 70% не передается То есть у нас всегда есть Разрыв коммуникаций То есть мы там Ну максимум 30% того Что мы хотим Сказать Говорим Знаете Такие исследования Поэтому У меня нет иллюзий Что Ну там Многое из того Что я говорю Не будет Понятно и принято И это нормально Но И вы представляете себе А в какое-то положение Ставит начальника Какого-то У меня есть У меня есть Приехал Он собрал Несколько человек Все Директора Каких-то компаний У него появилась идея Очень хорошая И он собрал Представители Разных бизнесов Ну по сути дела Чтобы нас друг с другом Познакомить И такую цепочку Собрать Как бы из нас Чтобы мы Увязались все Друг с другом Но в итоге Получился бизнес Такой Из разных компаний Ну и Вдохновенно Всем рассказал Свою идею Я говорю Слушайте дождей Вот Давайте спросим Сейчас Ну мы все Друг другу так Хорошо относимся Зверительные отношения Я говорю Давай спросим Кто что понял Из того Что ты сказал Ну и каждый Рассказывает Ну причем По моему адекватно Очень Находясь На том месте Кто как работает Ну такое Адекватное Представление Все взрослые люди У всех в подчинении Там не меньше 50 человек А он Всех услышал Вот так вот Забыл Узялся И говорит Такое ощущение Как будто я сказал В ведро Ну ведь он Постоянно Каждый день Провод планерки То есть И каждый день Ну присутствует Между прочим Тоже на планерках Довольно высокого уровня В правительстве У него была иллюзия Что люди Вообще понимают Друг друга То есть Вот схема мыследеятельности Она говорит Люди Друг друга Не понимают Почему Потому что Говорит Есть такой еще Третий слой Слой мышления Ну и я в общем Его пока Понимаю Следующим образом Что вот Наше мышление Устроены Как два таких Ноутбука То есть Как ноутбук С двумя такими Называется Называется ортогональные доски С двумя досками На одной доске По теории Системное свидетельство Он подходит Находится Объектно Онтологически В общем Онтологически Объектно Онтологически Онтологически Объект То есть Какие объекты Ну какие-то объекты Из картины мира Которые мы видим Вот у нас Строителей Нет здесь Ну вот Если были Мы спросили Там Тип этого потолка Ну а кто знает Как он Онтолог Да ну вот А кто-то не знает Да я вот Для меня Большим открытием Там В подростковом Ну в таком Ладно не подростковом В таком В общем В возрасте В одном Переходе Одного возраста На другой Для меня Большим открытием Было Что Многие женщины Не знают Слово Татами А кто не знает Скажите Ну то есть Есть люди Которые Не знают Татами Есть люди Которые Не знают Другие слова Ну то есть Нету такого объекта Это ругательно Предложат кинуть За мной Хорошая девочка Что не знаешь Они Не соглашайся Татами Да Тебя пригласят Татами Не ходи Хорошая Татами Не захочется Ну то есть Грубо говоря Нет слова Нет объекта Да Гуглим Нет слова Нет объекта То есть у кого есть Армстронг У него есть объект То есть люди которые Употребляют Говорят Вот Таталок Армстронг Оп Сразу Разникает Картинка Значит А получается Что у нас у всех Разные Объекты Ну и в общем Чтобы они стали общие Нам необходимо Все вместе Выйти в какую-то деятельность Пообщаться здесь на этом языке Используя вот Понятия основанные на этих объектах Те которые соответствуют этим объектам Если у нас здесь не получается Выйти опять в слой коммуникации Здесь пообщаться То как мы пообщаемся Как-то отразится на нашем мышлении У нас либо появятся общие объекты Либо не появятся Например Общее представление об организации Чтобы организация была эффективной Чтобы мы понимали друг друга И то что мы делаем И тогда Как бы Вот эта картина Она как-то Синхронизируется Между собой Там где мы не понимаем друг друга И мы возвращаясь в действительность Достигаем своей цели Но это искусственно нельзя разве создать? Как? Ну Собственник и Его жена Называют Называют ведро ведром Да Нанимают людей Говорят Ребята Все что вы сейчас не увидите Будет ведро Вы с этим ок За то что увидите ведро Вы будете получать 2 рубля Они подписывают договоры Ну Ну Это выстроиться искусственно На тех объектах Которые Нужны Собственникам Клиентам Инвесторам Ну в общем Наверное можно Ну то есть Организация как-то работает Многие компании идут по такому пусть Я так понимаю Как-то они работают Но это как раз увеличивается Будет зашкаливать просто В процессе роста организации На начальном этапе А потом Во-первых Люди меняются Там идёт система Создавать коммуникативные Это вопрос несложно Ну вот Когда вы говорите Коммуникативные системы Как её создавать? Ну Легко описываешь Все явления Которые используют в организации Даёшь им название Договариваешься Невозможно Ну то есть Можно углубляться Как Что Как пробовали создавать Какие вики знаний Есть дисциплина Knowledge Management То есть Ну Не работает То есть Приходим в организацию Knowledge Management есть А проблемы те же самые То есть Люди друг с другом не разговаривают Что они у себя на сайте Организовали Где все процессы описали Они не смотрят Ну Или например Они все эти процессы описали В сороковые годы прошлого лета Прошло уже 70 лет И они написаны в том языке Который сейчас Люди очень сильно понимают И когда писали Ну это всем было понятно Какие-то вещи Они их не писали А сейчас непонятно То что они не написали То есть там этого нет Ну как когда писали Были какие-то очевидные вещи Они очень в общем понимают Мне кажется Просто это функция Как раз у этих людей Здесь собрался Описывайте Помогайте То что происходит Именно там Здесь это ты чарах Которые внутри компании Или Привлекающаяся история Они именно это делают И В общем История такая Что когда приходят чужие люди Что-то описывать Они точно не видят то Что люди видят Изнутри Поэтому Ну очень важно Я вот Ну вот Клянусь Не знаю Как мне вот Передать Поэтому я прям Клянусь Что если Люди не рисуют Как у них Как устроена организация Им никто про это не расскажет То есть Когда вот они нарисовали Видно хотя бы Что они не видят Там То что они какие-то отделов не видят Или допустим То что они директоры Рисуют в золотой клетке Как вулканастась То что там Сидит этот директор Наверху И всеми как бог руководит Вот Никто не Из консультантов Никогда такой картинки не нарисует А с этим же надо что-то делать Когда директор бог То есть Так же и нельзя Ну Значит Ну Если все с этим ок Да Ну Хорошо Осознанно арабским В этой истории Ну правильно Главное Что удовольствие Да Ну Ну Главное Что все это увидят И понимают Что это так Поэтому В принципе Не важно Как они рисуют Главное Чтобы детально понималось И чтоб он сам Функцию свою Понимал Что он бог Ну потому что Тогда он должен понимать Что они у него все Как дети С закрытыми глазами И что он всех Как должен вести за ручку Ну не рассчитывать ни на кого Что там Что-то ему равен И из людей В общем Так В семье Если вы не разговариваете Ваши проблемы Остается вашими проблемами Да Если разговариваете Ваши проблемы Не как в семье Не как в семье Здесь есть шанс Договориться Ну что все нет Шанс договориться Я наверное Дима и сплашусь Потому что они Круглосуточно Все таки друг с другом Не живут И у них это Антология Ну такая Рабочая То есть у них риска меньше В конце концов Если не договорился здесь Можно уйти Ну и из семьи В общем Тяжелее Уходить Ребенку Сложить Ваш товарищ Каждый Слышал то что он хотел Слышать Не сработал ни у кого Может быть тут Навык активного слушания Который был Передал смысл Ему послание Но пожалуй Он услышал Что каждый услышал То что хотел Услышать Он услышал Ну дальше Все начали Заниматься Деятельностью То есть в принципе Какой Ну конечно Конечно Ну да Ну поскольку Это конкретная история Про которую я рассказывал Не получил продолжение То есть Просуществовал Такой консорт Несколько месяцев Всего И потом развалился Но если бы он существовал бы дальше Допустим Ежемесячные Там или еженедельные Встречи Позволили бы найти Общий язык Четче Увидеть функции Каждого В этом процессе Который он рассказывал Каждающая потребность Должна была быть Наверное у каждого Ну Он думал о том Что В общем все заработают Какое-то количество денег Если будут участвовать В общем процессе Поэтому по умолчанию Он считал Что Желание заработать деньги У всех присутствующих есть Ну то есть Войти в общую деятельность И получить какой-то эффект То есть Он на это рассчитывал Что На второй доске На второй доске Она называется Объектно-отологическое Это называется Вот здесь И помимо того Что В общем у нас Разные объекты У всех И разные Представления о мире Мы еще по-разному Себя видим То есть Для кого-то Нормальное Состояние Помыть посуду После еды Для кого-то Нормальное Через два дня То есть Это не хорошо Неплохо Просто у нас У каждого Прописаны Разные процессы По-разному Мы Можно сказать Дисциплинированы Если кому-то Сказать Пойди Возьми кредит Кто-то Начнет Обзванивать Несколько банков Изучать условия Кто-то Пойдет Первый попавщиц Привожу Какой-то Ну такой Пример Там допустим Из работы Отдела Который занимается Привлечением Денежных средств На предприятие Потом выяснится Что Руководитель Отдавший Или попросивший Найти Финансирование Становится Перед фактом Что у него кредит 25% А почему Ну потому что Нам дали Типа Что не Звонили Несколько банков Посмотрели Какие люди Условия Ну то есть Каждый по-разному Совершенно Представляет себе Какой процесс Нужно выстроить Для того чтобы Ну я сейчас скажу Такие слова Решить определенные задачи На самом деле Задачи Они и не берутся У руководителя Они там формируются Каким-то образом В соответствии с теми Представлениями Которые у меня есть И я те задачи Которые я поставил Себе сам Я вот их Начинаю сам решать Так как я это услышал Ну и так как я вообще видел Как другие люди Поступают В аналогичных ситуациях То есть Мы еще не только По-разному видим То что нас окружает Мы еще по-разному себя ведем И куда шутевать Этот человеческий эгоизм В вашей схеме Никуда жить с ним Понимать что он Вот так вот устроен И по сути дела Честно на магинке Похоже Синхронизируется Он только в деятельности Это все Ну мне только дошло На что? На магинке похоже Знаешь как камень И цветочки Особенно Цветочки Реально растущие То есть такой финиш Что это в общем нереализуемое Я просто когда финиш Что с ним делать Он обмонит что-то С эгоизмом Ну вот он кончается Вот Друзья Давайте мы сделаем Следующим образом Десять минут На то чтобы Вы друг с другом Обсудили то что я вам рассказал По сути делаю Рассказали друг другу То что я вам рассказывал В течении сорока лет То есть А что именно я вам говорю Продолжение Вашей последней мысли Вот я как руководитель Допустим вижу Ага хорошо У него там Понятийные Там какие-то вещи Совершенно отличные От моих Мой бухгалтер Пошла в первом Положите банки Извала кредит Ну как бы Я задаю вопрос Но я знаю на него ответ Мне то как руководителю Что делать дальше Мне ставить ему Директивную задачу Говорить Бери книжку Записывай Кира предлагает Директивно А В Ц З А В Завтра Невозможно Я говорю Что получается Каждый руководитель Бежит в эту Орг Учит Бухгалтера Потом возвращается Спрашивает Что вы делаете дальше В рамках сессии Вот с этим инструментом Ну вот Вот эта схема Замечательно Я увижу много чего У вас есть Дальше что Если она у вас есть То вы Смотрите на нее Понимаете Что есть разрыв коммуникации На деятельность Все смотрят По разному Из разных позиций Некоторые Видят только Свой кусочек А дальше Надо садиться Большим коллективом Своим Или если у вас маленький Либо отстраняться От этого Либо брать на себя функции Модератора И говорить Давайте нарисуем Какое у нас предприятие И люди рисуют Какое у нас предприятие Тогда Люди понимают Ну так скажем Видят кто что видит Потом Мы говорим о том Что А вот надо еще Нарисовать Какое у нас будет И вообще Какое будущее будет А потом Если конкретно Надо взять кредит То Надо рисовать план И говорить Что надо взять кредит А когда вы уже будущее нарисовали Может быть У вас там появился Экономический план Финансово-экономический план И вы понимаете Какой размер Должен быть кредитов Все понимают Какой размер Должен быть кредитов Чтобы не вылезти За пределы Вентабельности И это все вместе Сидят обсуждают И тогда тот Который пойдет в банк Даже если он Ну Идет в один банк Он В общем Помнит Что обсуждали Листы в 70 В говорящих В таких комнатах Он помнит Что по 25 Не надо брать Скажите пожалуйста А вот Ушли Вот часть этих Ключевых сотрудников То есть Каждый раз С увольнением Ну если вообще Мы всерьез Принимаем Тринадцать разов Надо менять планы То в общем Каждый раз Конечно Надо садиться И рисовать Ну Если я даже скажу Что Тринадцать разов Даже если я скажу Что один раз Неплохо было бы Это делать Это будет огромным прорывом Потому что Когда я прихожу На любое предприятие И говорю У вас есть Руководителя Спрашиваю У вас есть список сотрудников Он говорит Ну Бухгалтерии есть Я могу попросить Я понимаю Что он ничем не управляет То есть Он не представляет Сколько сотрудников У него работает Кто Чем у него занимается Я Я например Не знаю Как такое может быть То есть У него есть 10 ключевых людей Которые отвечают За какие направления А дальше Может выяснится Как например Выяснялось На одном заводе Куда я Приходил Как собственный Что там Работает Женщина Которая Как же у него Должность Называлась В общем Помните Наверное Вы не знаете Раньше Были такие Здоровые машины Которые Выполняли функцию Ксеркс Светокопировальные Машины Называются То есть Это огромная была Ну вот 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 Такое место В комнате Она занимала Светокопировальные Машины Значит Ксерксов не было И там были такие Рыжие листы То есть туда Ну вот Можно было Какой-нибудь Чертеж положить И значит Выйдет Ксеркс Чертежи Тогда это называлось Светопорки Эти машины Жирали огромное Количество Энергии А на предприятии Уже были Ксеркса Такого размера А она продолжала Работать Потому что В общем Светокопировальная Машина была Должность Светокопировальщицы была Зарплату ей Начисляли Но по факту Никто не обращался А она продолжала Работать Да Правильно Понимаешь Что цель Действительно Организовать Коммуникацию По поводу деятельности Или какого-то Изменения Да А вот Ваших Сессиях Вы делаете Что-то новое Что-то Может быть Более Инновационное Что Совершенствует Методологию Самого Основная Трудность Это Разрыв Коммуникационный И неспособность Людей Услышать Понять Или Донести Потому что Игры Это же Как раз Такие Вот Они Трудные Трудно идут И люди Постоянно Сталкиваются С этим Несовершенством Но Я не могу Сказать Игры Идут Это Попадает Особенно Первый раз Первый раз Сталкиваясь Этой схемой Видя Смотрите Схему Это я вам Рассказываю Потому что Я предполагаю Что Вы Пойдете На предприятие Понимаете Вопрос Делаете Вы Что-то Как Катализатор Или Что Стали Коммуницировать Лучше Быстрее Понимание Или Как на сегодня Удалось Ну смотрите Какие есть средства Для того Чтобы они понимали У нас есть Речь То есть Люди друг другом Разговаривают У них возникает Либо иллюзия Понимания Или Речь Я говорю Растворяется В воздухе По сути дела Когда На этих Текстах Записаны Какие-то Тексты Предложения Ну мы как бы Пытаемся Вот этот Нарратив Оставить На листе Бумаги Вот у нас появился Большие листы Бумаги Мы теперь Все видим Про что Люди думали В кабинете И так далее Текст попробовали Быстро записать Законспектировать Выделить что-то важное Можно составить Концепт-карты Тоже там Текст Люди что-то пишут Визуализировать Ну Да Визуализировать Дальше Люди могут Вообще Схемы Диаграмма Ганта Порг схемы Керженцева Структура Предприятия У нас есть Механизм Потом Мы Пробовали Например Лега Серии Структура То есть Когда Люди Берут Человечков Говорят Эти Человечки Из Отдела Маркетинг Реклама Эти Человечки Из отдела Из бухгалтерии Эти Производственность Гараж То есть Из лего Известная Методика С конца По моему 90-х Годов Введена В Западной Европе Очень интересная Мы провели Я считаю В Российской Федерации Первую игру С лего Серии После этого В прошлом В этом году Она начинает Распространяться Значит Мне показалось Лего Серии Сплей Немножко Ограниченной Технологией Мы нашли Людей Которые Раньше Пробовали И достаточно Эффективно Фигурки Из пластилина Я считаю Это супер Предприятие Которым Руководитель Слепил 600 сотрудников И посмотрел Чем они Занимаются Как они связаны Друг другом Ниточками Какие у него Процессы Это конечно Очень эффективно Гораздо эффективнее Чем С пластилином Мы пробовали Работать Очень здорово Просто Супер Значит И самое главное Что вообще К чему Это все делается Это когда люди На себе Начинают играть Предприятие Не на фигурках Лего Не на пластилиновых Человечек А на себе То есть Когда они могут Как бы как В одной комнате Воспроизвести Всю работу Предприятия Вместе с их партнерами Причем мы это делали На линейке времени То есть Мы говорили Смотрите Вот у нас Такие события Сейчас У нас 2015 год Вы Как бы что ждете В 2015 году Они говорят Ну там допустим Экспансию Китайских производителей На нашем рынке Ну вот А что нам По этому поводу Китайские производители говорят Они говорят Да Куда мы хотим на рынок На вообще А типа Куда вы идете Мы в Минпромторг идем Типа Хотим здесь Наладить сотрудничество А кто у нас за Минпромторг играет А вот Сона играет за Минпромторг Она говорит А мы вас не пустим Они говорят А почему Они говорят А у нас защитные меры А вы что будете делать Они говорят А мы тогда зайдем Как английская компания И попробуем Кого нибудь у вас пустить И вот так Это все обсуждается А те Кого это сильно волнует Китайские производители А заказчики игры Сидят здесь Они так видят В общем Как это все разворачивается И говорят Друг другом А мы что будем делать Они говорят А мы вот Вот это Тогда будем делать И у них Вживую Разыгрывается ситуация Которая бы у них На самом деле Разыгрывалась бы В течении 5-10 лет Она у них Разыгрывается В течении 2-3 часов Вся Максим правильно Я понимаю Что на вопрос Дмитрия Как мотивировать людей Включить мозги На сессии Вы отвечаете Что заставив их То есть у них Включатся мозги Когда они поймут Что они с собой возьмут Набор инструментов Что им делать При такой 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 Ситуации Правильно Нет Вопрос был Ну Они должны Не то что Набор инструментов Мы как бы хотим Чтобы они Посмотрели На себя со стороны На себя со стороны И сыграли В один из возможных Сценариев Своего развития Рецепты Да Но они как бы должны В идеале Посмотреть на фильм Про них И чтобы Они так Посмотрели фильм И сказали Да мы хотим Это фильм хороший С счастливым концом И мы в этот фильм Этот фильм Мы его принимаем И мы его реализуем В жизни И это и есть мотиватор Для того чтобы Работать на сессии Ну вот если вот Конкретно Прямо на этот вопрос Отвечать То есть Мотиватор Чтобы работать На сессии Меня честно говоря Вообще не интересует То есть Ну как бы Я вообще Ну вот Если людям Интересно То я не разбираюсь Что их удерживают Может быть они Запах Может нравиться В коллективе Такой запах Офигенный Вот люди сидят Нюхают друг друга И не уходят Вот Вот им нравится Может быть это состояние Потока их удерживает Может быть им Я не знаю Что то другое нравится То есть может их Зарплаты устраивают И они не уходят То есть они знают Начальник поручил собраться Мы будем сидеть Вот столько сколько Нам сказали Не хочу с этим разбираться Но знаю Что если человек уходит Значит он будет мешать В работе предприятия И это сигнал для руководителя Потому что если человек Ушел из игры Значит Ну есть такая В игре То есть жизнь То есть Если люди ушли Смотрите Они уйдут Потому что им не интересно То чем вообще Вы в принципе Занимаетесь И вы Замотивировать Никак не сможете Даже если вы Зарплату им поднимете Они не будут Этим заниматься Им тошно Другой вопрос По поводу Есть Есть В психологическом движении Я не знаю Даже Где Ответвления Я часто встречаю людей Которые говорят Ну вот В этих схемах Не учитывается Внутренний мир Человека Его Мотивы Ценности Проблемы Психологические Ну то есть Другие способности Вот Вы как-то К этому относитесь Сталкиваетесь Учитываете Да Ну я Несколько раз говорю Что В деятельности Нет никаких Мотивов Ценностей То есть здесь машина Люди машина Даже если Учитывать То что У кого-то умерла Там Не знаю Бабушка Отправляют Хоронить Вот Гастик Был против этого Я читал Что У Шпиллерейн А этот Брат Сабина Шпиллерейн Которая была Любовницей Фредди И Юнга И помните Вот в фильме недавно выходил А ее брат Она вообще Грастова-на-дону Была женщина Очень большое влияние Оказала на психологию А ее брат Работал вместе с Гастевым Гастевым Это центральный институт труда Там где работал Тержинцев Это те люди Которые изучали трудовые процессы И вообще Готовили школу Советскую Управление И она была очень хорошей На самом деле То есть они очень много Всяких вопросов Начинали прорабатывать Еще до революции И в общем Там после революции Они были востребованы На самом высоком уровне Тержинцев Даже поработал Председателем Совета министров Ну вот Должность такая Например Председатель Совета министров То есть занимались Управлением По-настоящему И Гастев Поскольку Он занимался Экономией Движения На работе Оптимизацией Процессов управления Он просто Не отпустил Шпиль Рейна На похороны матери Потому что В работе Надо отдаваться Вспомнить Ну вот здесь Как бы Нет людей Какая разница Если шпиль Рейн Уедет на похороны матери На его месте Появится другой винтик И это конечно Ну ужасно Да Но это так То есть вот Работая на своих местах Ну вы как-нибудь Войдите в такую Рефлексивную позицию По отношению к своей работе И задайте себе вопрос А действительно ли я хочу Этим заниматься А почему Я этим занимаюсь Сейчас Не заставляет ли меня Это делать Ну что-то другое Необходимость Зарабатывать деньги Обязательства Перед партнером То все что угодно И найти вот этот баланс Когда я Действительно сделаю То что хочу Мне кажется очень тяжело Потому что Ну я даже Сейчас разговаривая с вами Я думаю Там Ну нет конечно Я вообще никогда не мечтал Лучше стоять И разговаривать Это не мое собственное Желание То есть только потому что Я прочитал все эти лекции Попробовал 60 игр Потому что Прочитал эти лекции Я Разговариваю здесь Пытаюсь Рассказать то что Считаю важным И считаю что это важно Для вас То есть это на самом деле не я То есть это на самом деле не я Ну вот Поэтому здесь нет Мотивации Здесь нет ценностей Здесь есть механизм Здесь Ну смотрите Мы крутимся как Эти самые Колесики Я Руковожу Предприятием Где есть Пол-центр Который Общается с клиентами Я Понимаю что Сегодня У меня сотрудники Общаются с клиентами Плохо То есть они там Грубят В этой деятельности Как бы Именно Внутреннее Внутреннее Состояние Ценностей Человека То есть деятеля Вот там Машинки В этой схеме Влияет На результат Да Я Это как Для меня это что Вот Его Там Внутренние Эти все штуки Которые влияют Как он Уполняет Работу Ну Я Я вас понимаю Ну я думаю Что и бывают Механизмы В которых Нет масла Или в которых Сломалась какая-то Деталь Или где-то что-то Проржавело Ну то есть Понятно что Надо выходить Так же Смотреть Может быть Слишком большой Там Рабочий Ну то есть Ну В этом смысле Конечно уже К этому Но тем не менее Все равно речь идет Об оптимизации Каких-то процессов Мне например По поводу колл-центра Руководитель колл-центра В Нижнем Новгороде Мне рассказывала Что Сумасшедшие Типа классные решения У нас было Когда мы поставили Посадили людей Шесть человек Так же за круглыми столами И сделали Им Такую перегородку Когда они могли Глаза подняться И других увидеть Но в принципе Они как бы Сидели И работали Со своими Делами Которые у каждого Но вот это ощущение Что все работают Но всех можно посмотреть Есть какое-то общение Можно словом Перекинуться То есть Оптимизировала Эту деятельность Так что у них Сократилось количество Увольнений То есть они так Нормально стали работать Может быть Есть какие-то решения По поводу того Чтобы поставить цветы Там в офисе И так далее Но люди сами об этом скажут Потому что Если они чувствуют Организацию Как свою Если они способны На нее посмотреть Они в общем Способны Проговорить Или прорисовать Свои желания Как они хотят Ходить на работу То есть Как им Ну Сделают так Чтобы было комфортно То есть Я думаю Что все равно Они должны быть Включены В процесс управления Предприятием Ну И отвечаю Продолжаю Отвечать На этот вопрос Какие средства У нас есть Можно у них Спросить Можно попросить Нарисовать Можно попросить Вылепить Можно сыграть В этом То есть Если люди играют В полцентра И продолжают Грубить друг другу Может быть Они почувствуют Что Когда Тебе грубят Это не очень приятно Ну там Коллега Да Посадите Друг другу Сказать Ну вот Клиент Вы Оператор Поговорить Может Они грубить Друг другу Я не знаю Но в общем Игра вводит В какое-то новое состояние То есть Игра позволяет Вырезать Что-то Из Действительности И создать Какую-то Анимацию Такую Из Своих Собственных А вы видите Игру как инструмент В основном По проблематизации Или Уже Вот Разработки Решений Вы говорите Про 2000 часа Сессию Обычно Дальше И за это время Проблематизировать Можно Не успеть А у вас Как Ну я считаю Что проблематизирует Не игра И не я Проблематизирует Пустые места На листах То есть Понятно Если Если они появились Люди Начинают Думать Что-то я этого Не видел раньше То есть цель Чтобы они Видели И задумались Ну мне Конечно Хочется И я всегда Заканчиваю Из-за этого Довожу Чтобы Люди Нарисовали Какой-то план То есть Чтобы игра Закончилась Не Проблематизация Какими-то Набором Каких-то решений Вы хотите Чтобы они За это время Эту Ну и В общем Редко Получается Когда Когда я говорю Развалилась Это означает Что А Без разницы Как бы Ну Если все Договорились Пересматривать То в общем Главное Достигнуто Что Понятно Что предприятие Не может управлять Один руководитель Для того чтобы Предприятие работало Нужно чтобы все Сотрудники Были увлечены В принятии решений Чтобы они Начали мыслить Организацию Как свою В которой они Участвуют Со стороны Понимали Какие процессы Не происходят И планировали Вместе День 3 Ну Можно Один вопрос Когда Обращаются Заказчики Они Наверняка Они Всегда Понимают Какой Вопрос Ну Они Когда Обращаются Они Говорят Давайте Что-то слышали Про игры Говорят Очень круто Работает Давайте Попробуем Ну И вроде Как бы Нету Большой ответственности Потому что Ну Типа Мы слышали Что вы Очень крутой Консультант Значит Придите Разработайте Нам Стратегия Нет Тут Тут Можно Собрать Поиграть Не Всегда Понятно Что из этого Получится Цель У них Точно Совершенно Что-то Исправить А Такие Именно Игры С Разрисовкой Предприятием Структурами Там Процессами Мне Конечно Понадобились По идее Когда мы Расставляем уже Готовую структуру И смотрим Как вообще Они между собой Взаимодействуют То что я вам рассказываю Про китайских Производителей Идея А вот эта штука Мне вся понадобилась Для того чтобы Быстро Разобраться Чем предприятие Занимать То есть на самом деле Это мне было То есть я хотел Чтобы они все Вместе Мне рассказали Что у них за предприятие Потом типа Я бы взял бы их Рисунки На них посмотрел И сказал Ага Ну а типа Завтра Мы по этим рисункам Будем играть В их предприятии Да Скажи пожалуйста А чем Я бы честно так слушаю Получается Другое представление В игре Вот то что происходит В конце Когда все разыгрывают Сценки Про китайских Отличается от Ну Подхода Психодрама В оргдействе Консультировали То же самое получается Я думаю Что к этому сводится Очень похоже Ну То есть можно даже людей Ну Серьезно так не пугать Я вот согласна Нет Они когда видят Вот эти вот Я вам теорию рассказываю То есть вы этого не рисуете Нет Нет Люди Они ничего конечно не рисуют Я вообще ну Как бы свожу к минимуму Я прихожу Говорю Рисуйте предприятие Они рисуют Я говорю Обменяйтесь Все представления Они значит Прошли Обменялись Рассказали Другую Душу Они говорят Хорошо Вот так Они делают Я молчу Значит Они обменялись Потом я говорю Ну теперь вот вы за столом Значит Что у вас за предприятие Должно быть Вы значит Деньги считаете Ну там условно говоря Вы Теперь Intel Вы вот Рисуйте Как если бы вы Intel Были Ну вот так вот Разбрасываете Шесть позиций Потом Собирая Ну там Сидели люди Собирают Каждого стола По одному То есть у них есть люди Из разных позиций Условно говоря Теперь как у вас предприятие Должно быть Нарисуйте Они значит Нарисовали Рассказали Теперь давайте Планы вместе составим На пять лет Они значит Планы составили Обменялись Планами Постепенно Увеличивается Количество Флипчартов Ну вот Так вот Потом В конце Рефлексия Они же На какие-то Разрывы Вы Тут же Обсуждаете Или Какие-то Речи По которым Нет То есть Ну я считаю Что если Человек Шестьдесят На предприятии То у них Соберется полностью Структурная схема И процессная схема И когда они начинают Планировать У них предприятие Появляется Не на бумаге А как-то в воздухе То есть они его Начинают чувствовать Им даже листов И маркеров Не хватает Чтобы передать Всю полноту Представлений То что они сейчас Уже знают Про предприятия То есть дебатов нет Они говорят Что через три года Мы можем Ну вот я говорю В игре Мы можем уже выйти Там например Сделать конкурирующих Смотреть Как это предприятие В линейке времени Прошло И что будет делать Как это предприятие А у вас бывает такое Что после этой короткой сессии Здесь запрос на дневную игру Где надо посмотреть Проблема в том Что им Вот этой короткой сессии Хватает Примерно на два года Жить То есть У них уже Столько появляется Как бы Новых ощущений И того Что они не видели У себя Ну серьезно 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 То есть И они пропадают После этого Потом через два года Звонят Говорят Слушай давай еще попробуем Что-то сделать Вот У меня как бы сейчас Начинают Возвращаться те люди Которые мне заказывали игры Два года назад То есть Два с половиной года назад Я их начал проводить Вот Уже вернулось Несколько компаний То есть им уже Не хватает То есть они еще раз хотят сделать Меня огорчает например Что Что они Поучаствуют в игре А на следующий день Собираются на свою Обычную планерку То есть Тогда я понимаю Что да Им этот подход Полностью не инсталировался Они там Продолжают работать Так же Как они работают А есть компании Которые говорят Слушай я ведь круто Когда вот у нас тут 40 человек Сидело за столами Мы сейчас как раз Офис проектируем Может быть мы прям Такое помещение Закроектируем Где мы все будем Собираться Я говорю да Конечно Этого я и хотел бы Вот так Друзья Давайте сделаем Рефлексию Не будем рассказывать То что Я вам рассказывал Хотя я очень хотел Чтобы вы друг другу Рассказали Я считаю Что без этого Конечно Совершенно непонятно Что вы поняли Что не поняли И что считаете Важным Что неважным Но будем считать Что мы это сделаем Рефлексией То есть каждый выскажется О том что услышал Что было важным Что полезным Давайте составим столы И сядем Кружок За два стола За два стола Давайте так сядем Чтобы все друг друга Видели Я Эту технику Ну естественно Как бы был включен У нее когда все игры Проводились И значит Но вот именно Такой вот круг Он Больше похож на Опенспейс И потом я вот В фейсбуке Анализировал Откуда он пошел То есть я посмотрел Что коммунарские методики Которые были вообще В тридцатые годы Придумали вот эти Орляцкие огоньки Свечки Знаете там В пионерском лагере Когда друг другу Все все рассказывают То есть это Значит Я забыл сейчас фамилию Женщина например Написала книгу Ну лет наверное Десять назад Что там Про волшебство круга То есть Ну это так всерьез Вот Именно такая конфигурация Принимается и в психологии Я считаю В педагогике Когда люди Вот В таком режиме Могут друг другу Что-то рассказать То есть у нас Когда я это провожу Я не разрешаю людям Перебивать друг друга Ну нельзя вставать Там уходить Потому что я считаю Что в смысле каждый Может сбиться Вот Ну и собственно Все остальное вы знаете Наверное То есть ну что важного Что полезного С чем приходил С чем ухожу Какие были ожидания Как оправдались Это было Что рассказать Что рассказать С меня Угу В общем Вам интересно В общем Я думаю Что Не зря я вышла из дома Сегодня Вот Видите я уже дома Начала Спасибо Спасибо Игры Это круто Можно Можно я Это Тайм-аут Возьму Ненадолго А то у меня Что там долго Так А я скажу А я скажу Слушай В этом случае В этом случае Тогда был бы круг И это меня бы устроило Вот это вот Как-то спиной К другу Когда вот так За спину выглядываешь Посмотреть Что там говорится Отвратить его Я не понял Зачем это вот Вообще Все здесь было И ухожу такой Ну разочарованный Потому что Вот в этом я еще раз Перечитал Было много Интересных слов Много того Что меня зацепило И хотелось Как-то Как-то понять А в итоге Оставалось ощущение Что Ну есть какие-то знания Их правда много Вот Как их применить На практике Непонятно Что из этого Лично можно Могу я применять После этого Мастер-класса Это тоже непонятно Ну разве что Метод Но такой Может быть Немножко жесткий Что Можно показать людям Что у них Визуализирует их Вот это Это наверное Неплохо Для Ну как-то Для фрустрации Но Совершенно непонятно Дальше что с этим делать Я слышал много вопросов на эту тему Ответа Ну практического что ли Вот Я Не знала Чего ожидать До сегодняшней встречи Для себя Я внесла только что-то Вынесла Прежде всего Мысль Что для того Чтобы развиваться Необходимо Про игру Я так понимаю Если я правильно это понимаю Основная Собственно говоря Основной механизм работы этой игры Заключается в том Что во-первых Сокращается Разрыв между теорией и практикой Потому что когда люди Слышат много Правильных слов в организации И даже в состоянии их повторить Они как правило не очень осознают Вообще Что это происходит Зачем это нужно И появляется это ощущение Когда ты сам начинаешь что-то делать Ты понимаешь Это просвечивает Немножко твои Темные Пространства Таким фонариком Как бы Ты понимаешь куда двигаться Что делать Что работает Что не работает Вот Но это собственно подтвердил Такие вещи Которые я Так себе и представлял Я сначала Думала Насколько Это все полезно И параллельно С вашим рассказом Возникали идеи Ну да Это Наверное И к концу Нашей встречи Я в этой мысли укрепилась Эта схема Может быть замечательный Как дополнительный инструмент Когда ты исследуешь Компанию На наличии каких-то проблем К тому же В течение этой сессии Если говорить об этом инструменте Люди Ну так сказать Я еще раз использую эту фразу Чтобы она запомнилась Включат мозги И только когда Когда они поймут Что они с чем-то После этой сессии Уйдут полезными для себя Как вы говорите Это может быть план Там на ближайшие два года Который они с радостью Кинуться выполнять Или не кинуться Да Ну вот это тоже Как-то мне показалось Ну непонятно Если скажем После тренинга Ты надеешься Что хотя бы с одним навыком Более развитым Человек у тебя уйдет С тренинга Да А если все с одним То это вообще замечательно Здесь непонятно Да Посмотрели Поиграли Ушли с планом И вот здесь Начали не начали Его выполнять Очень понятно Что я хочу сказать Как дополнительный инструмент К другим инструментам Вещь очень хорошая Да Вдобавок Там Ко всем сводам Пестам Которые прослеживались Да Вот люди делают Какой-то свод Потом По пяти силам портера Они исследуют рынок Да Но все это могут делать Маркетологи А потом Если Людей поучить Эффективной коммуникации Там Ассертивности еще чему-то Управлению конфликтом То они справятся С этими Ну вот Как Добавочный инструмент Ко всему остальному Спасибо большое Ну вообще Я С Данной деятельностью Никак не связан Но Понимаю Всю силу И фундамент того Вообще О чем говорит Георгий Петрович Его сын В данном плане И Понимая силу Вот этого уже Модействия Обсуждения В первую очередь Это Может быть Построение какого-то Образово-мысленного Между людьми А потом уже Воплощение Этого Деятельность Вот мне это близко Потому что Я сам это практикую Вот И Ну безусловно Здесь Вот это Взаимодействие Оно Наверное Порождает Новую Антологическую Картину Мира То есть Оно как-то Меняет Люди Начинают Объединяться По ценностям И это Может способствовать Больше Продуктивности Этой Организации Ну все Ну все У меня Мои Ценные Выводы Инсайты Они связаны Не столько С самой Моделью И подходом Которые мне В общем-то Были знакомы Сколько С проектом Который я делаю И Ну с моей Скажем так Антологической картиной И Я просто Не буду Рассказывать И грузить Потому что Это Про другое Ну в общем Меня Сам процесс Наши встречи Заставил Так заново Разобрать И пересобрать Мои картинки И Там появились Какие-то Новые связи Что в общем-то Было ценно Ну и Узнал Все-таки Интересный Подход Такой Вот Экспресс Сессии Игры Что тоже Здорово Спасибо Ну Я Повторю Дмитрию Потому что У меня в данный момент Тоже есть проект И мои выводы Тоже связаны с ним То есть Некий стартап Очень полезен был Вопрос ему Про стартап У меня тоже Я наверное Еще раз Ствердилась Мысль о том Что Осмысленность Деятельность Она очень важна Но В рамках большой организации Очень сложно Добиться Осмысленности От каждого человека Мне кажется На данный момент Это практически нереально Вот Но Я Вот сейчас Да Мои дальнейшие Рефлексии Относительно Относительно Именно вот этого инструмента Будет связано с тем Какие инструменты Можем применить После этого Мне не хватило Реальных инструментов То есть процесс Сам хороший Классный Люди осмыслили А что потом Не очень понятно Я наверное Буду думать Что может быть Потом Каким образом Это реализовать Спасибо Спасибо Я Когда я шла сюда У меня не было Каких-то черных ожиданий Какой-то комфортной картинки Что должно было быть Поэтому Единственное Что Я рассчитывала Увидеть какую-то бизнес-игру Ее не было Да Но Те вещи Особенно Схематические Которые я увидела Они мне помогли понять Те вот проблемы Проблемы Которые есть у нас Сиделать Маленькие Такие Упаковки Которые я приду И я знаю Что можно запустить Чтобы реализовать Ну Новый проект Вот так Очень мне нравилось По поводу Ну Внимание Людей Это что у каждого У нас Своё понимание Вещей И как Добиться того Человек Который Ты взаимодействуешь Чтобы он Действительно Понимал Как это есть Тоже надо будет Над темой Подумать Как это всё Организовать Спасибо Есть о чём Подумать Мыслей много Потому что И с предстоящей защитой Перекликается И с этими Состояния потока И с Затем С Интересной Эти идеи Что Работа не больше Четыре И все Наработки Пиксаровская Джобса Когда офис Где люди Должны встречаться Гугловская Где люди Должны встречаться И рождаются новые идеи И вот эти все Лучшие технологии Новейшие Они основаны На таких Очень тонких вещах Можно сказать Даже На энергетических И вот Когда из Из этого Постранства Из ничего Рождается нечто Которое превращается В очень интересные Продукты Для меня Ну Учитывая Что я ещё и Психотравотерапевт Для меня Многие вещи Увязываются С какими-то Своими То есть Почему я ходила Потом ещё В перерыв Между этими вещами Потому что Мне нужно было понять В какие места Куда это можно Уложить С собственными Какими-то Представлениями Интересно На самом деле Интересно Не очень понятно Я как бы Беру таймал Потому что Мне нужно уложить Это как-то Пока вот ещё Такое квадратное Всё для меня Спасибо Спасибо за эту встречу Она в любом случае Была лично Для меня полезна Наверное С каждой Такой встречи Если ты переходишь С какой-то целью Можно для себя Что-то взять Вот С одной стороны Ты слышишь вроде бы Доволе какие-то Знакомые вещи Но с другой стороны Ты видишь это уже По другим углом И опять-таки Может быть Есть конкретно сейчас Какие-то задачи Которые хочется решить С каждым человеком Вот они у меня есть И после этой сессии Я допустим Понимаю что я На проблему Посмотрю уже с другой стороны Попробую себя Поставить Через три Вот этих вот Линии Разглянуть И посмотреть Что из этого будет У меня это было полезно И большое спасибо Ну Многие уже говорили Что многое там что-то знали Понимали Видимо в отличие от всех Скорее всего Вообще ничего не знала Представления не имела Поэтому мне было очень интересно Я больше слушала И воспринимала И думала что могу применить В сферу своего тренерства В тренинге И сделала три самых Наверное мне больших Каких-то вывода Ну первое что Игры это здорово Действительно эффективно И круто И какие-то идеи Игры придумала Которые могу в свой тренинг внести Второе то что Каждый человек В компании Это отдельная личность У него свое представление И идеи И нужно это В процессе коммуникации Как-то выяснять И очень много идей Я думаю в свой тренинг По коммуникациям введу И последняя Прям фраза Безумно понравилась Я даже опубликовала Себе в твиттере То что задача тренера Сделать так Чтобы человек Узнал о том что было Есть и будет Вот спасибо вам большое Это было очень интересно Спасибо Катя хотите что-нибудь сказать? Я не присутствовала Поэтому вряд ли Что-то смогу сказать По содержанию Так Лукадей Да вы что-нибудь скажите У меня сам токсинона Тария Я сделала Я сделала Какой-то рисунок Да Недалеко ушло Да Господи У меня есть план До 2014 До 2024 года Да Наташа ушла С листом бумаги Вы собственно так говорите Я ушла С листом бумаги Непонятно что там Спасибо коллегам Которые помогали Мне его дорисовывать У меня сначала было Какое-то одномерное пространство Потом оно получилось Двухмерное А потом Получилось Такое трехмерное И я еще растерялась Если в одномерном Я еще как-то так Существовала Существовала Да В линии времени В линии Качества Качества Как-то непонятно А в линии развития Трехмерного пространства Времени Качества И вот какого-то Такого прям Эх Какого будущего Оказалось что я там Ничего не вижу Что я как-то вижу Очень Очень ограниченно И скупо И это было для меня Ну не то чтобы открытие А такое Еще раз Ну столкнуться С вот этим пониманием Что на самом деле Какого-то Объемного будущего Я не вижу И вот этим стоит Проплодать Спасибо Вы Просили что Да Но вы знаете Как мне странно Обычно У меня всегда есть мнение Но на сей раз Почему-то Вот это вот Вот не появилось Наверное надо больше Времени на то Чтобы Осмыслить Почему Потому что Вроде мы говорили Об очевидных вещах А об этом О всем Я рассказываю Там на своих тренингах Немножко с другой стороны То есть по другому Совсем Вот Мне сначала было непонятно Почему мы так сложно идем К этим простым вещам Вот Я правда не догнала С самого начала Вот И наверное Поэтому я сейчас Немножко зависла И до сих пор Не могу вот так Сформулировать конкретно Какой-то отзыв Чтобы я могла Что-то вот сказать Если это наверное Вот не Наташа Которая рядом рисовала Да И вот когда Где-то вот там Где-то там Сознание Какие-то проблески Но пока еще не я Вот Как-то так Хорошо Спасибо Мне было очень Тяжело Потому что я не знал Что вы знаете Зачем вам это нужно Вот Я на фейсбуке У себя Недавно напечатал Высказывание Одного американского Педагога И психолога Дэвида Аузбеля Он Сказал о том Что Ну Учить можно только тогда Когда ты вообще Представляешь Что люди не знают Ну примерно так То есть Ну там Если вы уже все это знаете То учить не нужно Да А если Вы там что-то не знаете И совсем не знаете То учить можно Ну там чему-то другому Точно То есть Как-то ну Выстраивать какую-то другую Систему шагов И так далее Поэтому я извиняюсь за монолог Я конечно Рассчитывал Что мы поработаем Ну вот На листах бумаги Что Появятся какие-то представления Тогда Ну и мне было бы легче И вам было бы Друг с другом легче И может быть Вы друг другу бы рассказали То что вы раньше знали И в этом Заключалась бы экономия Моего времени Точно совершенно И я как раз Ну на тренингах Не таких экономлю Как раз свое время То есть Когда люди Рассказывают друг другу О том как Какая у них организация Ну точно Я не должен этого делать Или там Когда они владеют техникой Свод анализа Они там Все это Придумывают сами И передают друг другу Естественно конечно Там любые инструменты Можно здесь применять И нужно здесь применять Я рассчитываю Что они будут это применять Они же чему-то учились В университетах Но Но Такая методика позволяет Создать big picture То есть большую картину А Собственно Ну инструментов По созданию big picture Ну там Или ownership Ну я не видел То есть Я слежу Я открыт к тому Что бы мне ткнули Сказали Посмотри вот эту штуку Я думаю Что это фронтир То есть То чем занимается Там какой-то Ну например Complexity design То есть Там Визуализация Сложность Потому что мир сложный Предприятие Это сложный организм И ну вот Легких путей Что мы сейчас Тут Там на предприятии С двадцати тысяч человек Вот сейчас Щелкнем пальцами И все в общем Построятся По струнке Но к сожалению Этого нету То есть ну вот Вот это Вот эти представления Они на фронтире вообще Управленческой науки Спасибо вам большое Я благодарен Спасибо вам Так Нас пригоняет Отсюда Спасибо 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 Спасибо